разработчики рассказали про вторую награду боевого пути северный ветер это будет ббм к премиум на ббм к восьмого уровня cv 90 мк 4 и судя по всему это ббм к даст фору мардеру в общем давайте обо всем по порядку для начала что это вообще такое cv 90 мк 4 это самая современная версия бмп cv 90 производство которой началось еще в начале девяностых а с 1993 года когда первые машины этого семейства заступили на службу платформа подвергалась многочисленным доработкам на сегодняшний день выпущена 1300 cv 90 в разных вариантах и они используются в армиях швеции норвегии дании эстонии швейцарии нидерландов и финляндии версия именно версия мк 4 представленная в 2018 году создана специально для экспорта именно для чехи где должна заменить бмп-2 в рамках этого контракта шведская машина конкурировала с люникс и аскот а этот вариант получила более мощный тысячу сильный двигатель скания и новую подвеску благодаря чему его грузоподъемность выросла на две тонны кроме того мк 4 оснастили электроникой нового поколения способной в реальном времени транслировать данные системы контроля за полем боя на машину могут устанавливаться самые различные башни но для чешского контракта были выбраны две стандартная обитаемая и боевой модуль м сети 30 от консберг настоящее время судьба контракта не определена решение отложено из-за пандемии ковид поэтому себе 90 мк 4 пока существует только в виде прототипа единственные 1 2 построенные машины участвуют в различных военных выставках что же из себя это сивишка будет в нашей игре представлять в общем для начала конечно как обычно пометочка все данные которые все цифры которые я сейчас приведу они предварительны и так это будет классическая тяжелая ббм к с достойной мобильностью и живучестью а также отличная огневой мощью в плане бронирования для ббм ки оно здесь будет неплохое потому что хотя бы сможет в лоб по крайней мере сможет держать автопушки и хорошее количество прочности для ббм ки опять же 2250 единиц с установленным кевларовым подбоем также здесь есть и касс и это офигительно потому что на восьмом уровне у нас есть куча всяких ваншотных тележек дуплетных и внимание спойлер станет на одну еще больше также здесь будет еще экспериментальные дымовые гранаты и это все можно будет дополнительно открывать в ходе прохождения боевого пути плане подвижности она будет довольно таки хорошая максимальная скорость 70 километров в час максимальная скорость заднего хода 40 километров в час разгон до 32 займет три с половиной секунды благодаря мощному двиглу в 1000 лошадей маневренность здесь будет ну такая средненькая ибо все-таки 36 тонн веса теперь переходим к самому вкусному это вооружение во первых здесь будет 50 миллиметровая автопушка буш мастер как у мардра но только единственное здесь не будет пелешек здесь будут бобсы 240 пробоя и 65 единиц урона со скорострельностью 250 выстрелов в минуту и также будет доступный фугас но помимо автопушки здесь также будут и птуры а именно двойная пусковая установка со спайками lr 1100 пробоя две секунды между пусками и полная перезарядка в 20 секунд и помимо этого вы сможете потом еще ее немножко изменять настраивать скажем так опять же дополнительными модулями либо вариант 1 ввести огонь двойными залпами офигеть просто третья машина на восьмом уровне которая будет кидать птуры дуплетом но при этом время перезарядки и пусковой установки на 17 процентов будет больше либо вариант 2 стрелять по одному птуру но на 15 процентов быстрее и при этом время перезарядки всей пусковой остановки также сократиться на 10 процентов незаметность и обзор также будет в порядке 31 процент незаметности и 450 метров обзор вдобавок ко всему машина получит пнр у увеличивающий обзор с места на 30 метров ну и логично раз это боевая машина пехоты здесь также можно будет таскать с собой десант всех видов в общем разработчики рассчитывают на то что на этой машине можно будет как и бодро весело ворваться например дать дуплет и с автопушки добавить и потом куда-нибудь соскочить либо же вы спокойненько где-нибудь разворачиваете десант сами становитесь за каким-нибудь кустом и давай наваливать издалека например птуры в общем судя по всему на восьмом уровне появится максимально теперь большой выбор ббм ок и если у нас есть такая штука как мардер но мардер на самом деле если конкретно с этой сиви 90 сравнивать не совсем будет похож мне кажется более похожая будет к 21 ббм к там тоже очень жесткая автопушка и есть тур и правда там другие птуры которые крыши бойки до которыми захватываешь цель и они летят вверх так вот вот это сивишка будет отличной заменой этому к 21 потому что я знаю что некоторым не очень нравится кататься с этими крыши бойными птурами потому что они в общем то частенько не пробивают урон небольшой и естественно в каком-то врыве они абсолютно бесполезны там ты можешь пользоваться только автопушкой cv 90 этот позволит вот как раз сделать все что не может к 21 то есть и делать то же самое то есть например на автопушки врываться и раздавать и десант также собой таскать любой какой ты захочешь но и помимо этого дуплеты надо не забывать что дуплеты на восьмом уровне заходят очень жестко учитывая большие габариты я бы не сказал что это будет та самая ббм к на которой в начале боя нужно бодро весело куда-нибудь врываться светить потому что опять же мобильность там будет такая средненькая габариты большие хоть и прочности много но тем не менее после засвета можно будет очень быстро поиграть ну то есть это вряд ли будет какой-то классический такой светляк хотя в принципе вроде так по цифрам и обзор там будет в порядке с модулями да и незаметность 31 процент плюс пять процентов камуфляж плюс какой правильный командир и в итоге там со ракет без проблем набирается но опять же все будет зависеть от того как вы будете играть в общем то можно будет если аккуратненько там подъехать посвятить не стреляя то наверное да нормально сможете и как обычный ббм к отрабатывать единственный конечно момент что стрелять вряд ли при получится все таки тем более если будет стоять дуплет и скорее всего они после запуска незаметность будет просаживать жестко но с другой стороны если вот в начале боя аккуратненько использовать эту штуку как просто какую-то и тэшку то вполне себе и такой вариант будет канать опять же в начале боя спокойненько разыгрываете светите естественно ну это не значит что вы будете хрен знает где стоять вы также все сможете делать по цветы и неплохо так накидывать при этом потом как только уже более или менее ситуация будет понятно да сколько где противников то тогда уже можно будет врываться используя как раз и автопушку и в общем то все также добавлять птурами плюс опять же десант вы сможете таскать то есть по сути это будет очень универсальная хотя наверное опять же не самое удобное ббм к то есть опять же большие большие габариты и не очень хорошая мобильность подразумевает что прям таки быстренько шустренько проскочить светануть противников вряд ли будет получаться но все остальное эта штука будет делать офигенно так что ждем ждем пока и вторая награда в этом боевом пути мне нравится посмотрим какие будут следующие танки на этом у меня все не забываем ставить лайкосы подписка всем пока